Здравствуйте, дорогие зрители. Вот вопрос пришел. Подскажите, как реагировать, когда вас невербально троллят? Давайте, хорошая тема. И троллинг, хейтерство. Поговорим на эту тему. Поговорим. И троллинг – это такой стиль общения в интернете, целью которого является издевательство, критика, призыв к деструктивным действиям, разжигание споров и вражды. Вот что такое троллинг. И есть разные способы, не обязательно словесные, вербальные, но и невербальные. Там разные картинки и так далее. Ну и почему троллинг процветает? Именно в интернете. Потому что там недостаточно достоверной информации. Ничего, которую невозможно доказать. Но люди все принимают на веру. Поэтому первое, что не надо делать, это принимать на веру всерьез то, что делают тролли. Например, мне пишут гадости каждый день. Ну что, я так смотрю. И кто это мог бы быть? Это всегда тролли. Это в большинстве случаев 90% это тролли. То есть прячутся люди, скрываются. Вот цели самые разные. У тролли от удаления с потребительского рынка конкурентов. Когда вот начинают меня критиковать. Вот это как раз их цель. До выяснения реакции на острые политические вопросы. Тоже такие есть. Задают такие вопросы политические. У меня ответ про политику один. Политика это грязь. И вот в следующем видео я буду говорить про садистическое расстройство личности. Вот по сути дела войны и политика проводятся садистами. Поговорим об этом. Но нас все-таки интересуют не психологические портреты политиков. Нас это мало интересует. А нас интересует больше что нам делать и как распознать садистическое расстройство. И что делать, когда мы сталкиваемся с садистами. Я об этом буду рассказывать. Значит, всегда результатом действия троллинга является негативная реакция на полученную информацию. Вот наблюдайте за собой, да? Наблюдайте. Это и есть цель троллинга любого. Чтобы вы испытали негативные чувства. Основное место троллинга это чаты, сайты, порталы, соцсети. Любое место, где открыть доступ к свободному обсуждению. Вот они лезут и лезут эти тролли. Ну что, надо блокировать их. Фейки, да? Фейковые страницы. Очень много таких вот. Они их создают и используют там. Для того, чтобы троллить людей. Причинять им эмоциональный дискомфорт, боль. Вызывать негативные эмоции. И, конечно, что эта анонимность, фейковость позволяет человеку примерить на себя любой желаемый образ. Поэтому тролль может выдавать себя за эксперта какого-нибудь, да? Медийную личность. Вот. Или обывателя. Причем эксперта в разных областях. Это просто он не является экспертом, а просто вот тоном эксперта. Как бы сознанием дела, да? О чем-то говорит. Значит, как обычно, в первую очередь, вот, троллю надо завоевать, что? Доверие. Доверие, да? А дальше уже озвучивать свои провокационные идеи. Ссорить участников. Вот. И нанося тем самым ощутимый эмоциональный вред состоянию пользователей. Значит, важно. Что важно знать о троллях? Что в реальной жизни этот человек может не представлять из себя ничего особенного. Как правило, это люди со слабым... Слабые физически. Или имеют какие-то недостатки. Физический комплекс неполноценности. Психические травмы. Это обязательно. Потому что психически здоровый человек не будет заниматься троллингом. И с помощью интернета как раз такие личности могут принимать любые обличия. И наделять себе разными качествами для достижения цели. И, конечно, троллинг имеет свои специальные механизмы для вызова негатива. И большая часть как раз может включаться в эту драму, скажем так, в это обсуждение или конфликт. Вот самое главное, что совет какой не кормить троллей. То есть игнорировать, игнорировать. Ну, а там, где люди начинают спорить друг с другом, пытаясь решить проблему. Вот. Вот и начинается этот негатив. Всем плохо становится. Невозможность контакта с троллем. Да. Хотя она вызывает негативные эмоции у жертвы. И в ряде случаев может довести до истерики, параноидальных реакций. Разобраться с троллем в реальности невозможно. Вот. Поэтому что остается жертвой? Игнорировать тролля. Его выпады. Отвечать можно, но при наличии навыков. Но, видите, только в сети. Потому что это очень удобно для тролля. Но лучше не отвечать, не тратить время свое на это даже. Итак, какие причины троллинга? Что это за люди? Тролли. Ну, люди с внутренним личностным конфликтом, безусловно. Не выраженной агрессии. С расстройством личности. И поскольку они, поскольку агрессия, она требует реального выхода, то вот в жизни они не могут эту агрессию выразить. Они используют виртуальное пространство. И такие личности могут не выдерживать эмоционального напряжения в конфликте в реальной жизни. Тогда как от виртуального спора всегда есть возможность отдохнуть и придумать ответ. И они любят, конечно, издеваться над другими. Могут быть часто, очень могут быть физические недостатки. Инвалидность какая-то. Мстят обществу, мстят. Не получается отстоять свою точку зрения в реальной жизни. И вот с помощью виртуального мира пытаются восстановить свое душевное равновесие. Еще одна причина троллинга – это недостаток внимания. Почему не надо кормить троллей? Ради чего это все делается? Троллинг – это ради внимания. Поэтому в реальности тролль может страдать от неразделенных чувств. А вот их жертва – фантом. Просто фантом. Жертва может иметь схожие черты с тем человеком, который вызвал эмоции у тролля. Важно то, что тролль будет участвовать только в теме, которая близка ему. Вот у детей с дефицитом внимания наблюдается такая ситуация. Когда через плохие поступки они невербально просят участия и сопереживания. Вот. Дефицит внимания. Значит, конечно, тролли ощущают свою безнаказанность. Поэтому они так себя ведут. И тролли могут переходить от оскорблений к угрозам. И все, что угодно. Сколько я получал тоже. Но я, правда, вербальное сообщение. И в комментариях пишут. И на электронную почту пишут. Пишут и пишут. Много больных людей. Много людей. Недолюбленных. И для них это, конечно, и ущербных. Ущербных очень много. Забитых. Затюканных. С недостатками какими-то. Которые им покоя не дают. И вот они начинают самоутверждаться. Унижая других людей. Поэтому это их продуманный ход. И что им остается? Выплескивать накопившийся негатив на незнакомого человека. Это люди слабые. Люди недалекие. Невежественные. Выплескивают. Всячески отыгрываются. Будем говорить про садистов. Тоже это, конечно, с детства все психотравмы. Троллинг, конечно, это манипуляция. Прежде всего, какая-то такая тонкая игра. Чтобы вывести человека из себя. И тонкий троллинг, толстый. Это агрессия в грубой форме. Запрещенные методы воздействия на человека. Юмор в оскорбительной форме. Я моментально распознаю троллей. Моментально просто. Психически больных людей. Иронию, сарказм. Я все удаляю. Ты тут меня не проведешь. И людей с расстройством личности тоже вижу насквозь. Как защититься? Давайте поговорим. Значит, можно минимизировать действия троллинга на психическое состояние человека. Для этого надо выявить тролля. Нейтрализовать его. Знаете, что тролль, да? Тролль агрессивен. Его действия повторяются. Его цель вывести из эмоционального равновесия. И поступки троллей иррациональны. Реакция на ответные выпады всегда непредсказуема. Вы, как говорится, один про Ерему, другой про Фому. Да, вот непредсказуемость про Фому. Когда говорим про Ерему. Поэтому что делать надо? Ну, блокировать их. Блокировать. Найти поддержку. Обязательно. Проблема жертв всегда в том, что у них нет поддержки. Точек опоры. Поэтому, если вы чувствуете себя жертвой, то найдите себе поддерживающую среду. Такой поддержкой, ну, безусловно. Безусловно. И очень быстро и легко станут для вас психологи. Поэтому найдите своего психолога и проконсультируйтесь. Периодически общайтесь с психологом, который будет для вас поддерживающей среду и раз. И тогда вам легче все будет. Переносить такие ситуации. Стрессовые и эмоционально небезопасные. Не давать троллю желаемых эмоций. Найти себе поддержку. Я сказал, что там могут быть друзья. Родные и близкие. Если нет таких, то психолог точно поможет. И помните, что никакой существенной информации троллинг не выдает. Поэтому не имеет никакого смысла поддерживать такую переписку, такие отношения. Важно понимать, что нужно троллю. Что негативные эмоции собеседников для него подпитка, как для энергетического вампира. Если нет эмоциональной составляющей, нет троллинга в его общем понимании. Вот так. Так что не подпитывайте, не кормите троллей. Если есть у вас какие-то проблемы, обращайтесь. Напишите мне на электронный адрес. Мы с вами встретимся. На консультации. В любое удобное для вас время. И если у меня тоже время свободное, естественно. Договоримся. Но день выберем. И обсудим эту тему. Проработаем. На меня-то не действует троллинг и хейтерство. Но и на вас не будет действовать. Надо понять причины. Почему мы так реагируем. И защититесь. Защититесь от троллей. Выход всегда есть. Важно обратиться за помощью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА